МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствую вас! С вами Сунилда Хия, йога-терапевт Центра Айурведы и Йоги Керала в Москве. Сегодня я покажу вам техники, которые помогут вам оставаться спокойным в стрессовых ситуациях, с которыми мы часто сталкиваемся в современном городе. Для этой цели мы используем пять техник. Супта Ваджрасана, или поза спящей горы, помогает высвободить молочную кислоту и избавиться от стресса на биохимическом уровне. Худжангекрия, или Кобракрия, для выведения токсин и восстановления баланса гормонального фона и обретения эмоционального равновесия. Маха-банха помогает убрать пранические блоки и увеличивает уровень энергии. Сету-банха-асана для снятия нейромышечных зажимов. И брамари-пранаяма для развития в нас благоприятных качеств и синхронизации электромагнитической частоты. Давайте заниматься практикой. Первое. Супта Ваджрасана. Встаньте на колени. Большой палец правой ноги положите на большой палец левой ноги. Пятки врозь, колени вместе. Сядьте между пятками, опираясь на локти. Лягте на спину. Не напрягайте свое тело. Эта поза подходит для расслабления или для сна. Дышите естественно и слегка улыбайтесь. Сделайте в этой позе от минимально 15 до 30 обычных вдохов-выдохов. Для того, чтобы выйти из этой позы, возьмитесь за лодыжки и, опираясь на локти, поднимитесь. Для выполнения бхуджанги-крии или кобра-крии, надо лечь на живот и принять позу кобры или бхуджанга-сана. Ноги вместе, ладони под плечи. На медленном вдохе поднять грудь и посмотреть наверх. Затем сосредоточьтесь на вашем дыхании. Оно должно напоминать дыхание змеи. Вы дыхаете силой, будто вы предостерегаете или предупреждаете кого-то. Делайте следующее движение. Откройте рот, глубоко вдохните и для сильного выдоха сделайте движение шеей вперед. Вот так. Повторите три раза. Затем на вдохе прогнитесь и вернитесь в положение лежа, делая медленный выдох. Для выполнения маха-банхи мы садимся в позу, похожую на гамук-хасану. Но пятка должна оказаться между ягодицами. Левая ступня должна быть в вертикальном положении. Сядьте на пятку. Спереди эта позиция очень похожа на гамук-хасану. Мы кладем правое колено на левое и сидим на левой пятке. Позвоночник прямой. Большой палец левой руки заложите в правую подмышку. Большой палец правой руки в левую подмышку. Держите спину ровно. Дышите естественно. Оставайтесь спокойными. Медленно сделайте глубокий вдох. Полностью выдохните и задержите дыхание. После выдоха сложите мула-джаланхара у дияна-банха. Положите подбородок на грудь. Максимально сожмите живот, напрягая мышцы. Задержитесь в позе так долго, как сможете. Затем медленно выпрямите шею, закончите выполнение джаланхара-банхи и сделайте вдох через нос. Повторите три раза. Затем повторите, поменяв ноги и сидя на правой пятке. Для выполнения сетто-банк-асаны из этой позы ложитесь на спину. Согните колени, поставьте пятки ближе к бедрам. На вдохе поднимите спину, обопритесь ладонями о спину, пальцы смотрят наружу. Попробуйте подвинуть локти таким образом, чтобы предплечья встали вертикально. Ноги вместе. Медленно выпрямите колени. Попробуйте держать ноги прямыми, при этом пальцы ног должны оставаться на полу. Оставайтесь в этой позе. Дышите естественно. На лице улыбка. Оставайтесь в этой позе минимум 10, максимум 30 естественных вдохов. После этого, чтобы выйти из позы, согните колени, опустите руки, выдохните и опустите ноги. Для выполнения брамари пранаямы сядьте в свою любимую позу для медитации. Для пранаям подойдет любая поза с прямой спиной. Это может быть лотос, полулотос, скрещенные ноги. Положите ладони на колени, глаза закрыты, дышите естественно. Сделайте глубокий вдох, после чего, во время медленного выдоха, произнесите звук пчелы. Попробуйте наблюдать за своим эхом, исходящим из назальных пазух. Попробуйте найти, откуда исходит это эхо. Из какой именно части назальной пазухи оно исходит. Вот так. Глубокий вдох. Спасибо за просмотр. До встречи в следующем эпизоде. Намасте.